Победитель 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 Команды Эридан Да, наверное, вот из той четверки команд, которая не попала в первую четверку Больше всего жалко именно драконов Они были хороши Ну и, друзья, сейчас в наш прямой эфир Врывается Вратарь Кирилл Самсонов Вратарь команды Победителя Кирилл, рады вас приветствовать Поздравляем, конечно же, с победой Ну, скажи вот честно, за твою уже, все равно, будем говорить, достаточно большую игровую карьеру, вот такая нагрузка впервые за определенный промежуток времени? Очень тяжело было играть. Впервые такая нагрузка, очень тяжело поначалу было. Вот первые три матча я вкатался, то есть, со временем я уже привык. Ну, сейчас финал был очень тяжело, очень напряженно. Хорошо, что выиграли. Я так на секундочку просто напомню, что Кирилл Самсонов – это лучший вратарь прошедшего сезона молодежной хоккейной лиги. И в финале, кстати, ты играл против Севолода Скотникова. Подсказывал своим парням, куда бросать, где слабые места у него? Ну, когда были булиты, да, спросили, куда лучше бросать, я так подсказал. Потому что я прям видел, когда Каменев забросил, он так показал, что, мол, да, 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 это мне Кирюха, Кирюха подсказал. Ну, что-то такое было. Кирилл, скажи, пожалуйста, самое сложное на этом турнире что? Ты сказал, что первые три дня пришлось подстраиваться под скоростью, потому что поляна, на самом деле, очень маленькая. Очень маленькая. Очень маленькая угроза может идти отовсюду. Вот самое сложное что было? Концентрация, я думаю. Все-таки середина июня, да, еще плюс ко всему? Да, да, еще все вкатываются, только начинают, ну, начало июня, все начинают только тренироваться, сборы, и вот самое главное в этой маленькой площадке концентрацию иметь. Маленький, ну, точный пас-пас, где-то ты не увидишь шайб, может зайти, ну, ворота. Ну, вот мы уже говорили о том, что против Скотникова пришлось сегодня играть. Какие бы ты его назвал сильные стороны, как вратаря? Ну, он техничный вратаре, очень мне нравится, как он тоже играет. Я где-то у него беру примеры. Вот даже что-то подсматриваешь? Да, что-то подсматриваю. А если не секрет, что? А то я не скажу секрет. Ну, вот мы как раз вот смотрим сейчас вот этот буллит, да, который был в его ворот еще по ходу этого матча. Вот, кстати, интересный момент про буллиты. Впервые такое новшество, что с добиванием, да, с догоняющими, это как-то мешало концентрироваться. Намного сложнее стало? Ну, я думаю, ну, конечно, сложнее, потому что ты, во-первых, отбиваешь шайбу, и тяжело потом ее, ну, найти ее. Где-то она может быть справа, быть слева, то есть тяжело ее найти и сориентировать на нее, ну, то есть отбить шайбу. Много ли ты общался по ходу турнира с Константином Барульным? Потому что он к нам, я напомню, что Константин Барульин, это тренер вратарей в летнем лагере континентальной хоккейной лиги, он к нам приходил после первого игрового дня в студию, отвечал на вопросы, говорил, что вратарям здесь, на самом деле, очень тяжело. Он как-то общался, работал с вами? К сожалению, я с ним не общался, я его даже не видел. А скажи вообще, вот, что ты подчеркнул для себя от этого формата? Ну, я объясню, быстрота движения, то есть, и концентрация внимания. Ну, еще выносливость очень важна здесь вратарям. Ну, скажи. Просто есть, вот сейчас Сева был, да, и у него есть партнер второй, то есть они могут меняться. Ну, кстати, на финале это единственная была игра, когда Скотников провел весь матч. Я смотрю, не поменялся. Странно, да. Странно, что-то. Ну, нам Руслан Петрищев как раз по ходу матча в интервью сказал о том, что они уже по ходу игры решили, что Скотников будет играть весь матч, потому что вроде бы неплохо вошел. Но, опять же, 15 секунд не хватило. У вас есть своя палочка-выручалочка Сергей Толчинский. Да, не первый раз вручает уже. Да, уже по ходу турнира был такой, когда за 10 секунд до конца он сыграл, по-моему, ворота Пегаса, да. И в итоге по булитам сегодня Феникс одержал победу. Ну, скажи, вот вообще я так по разговорам и с игроками, и с функционерами нашей континентальной хоккейной лиги, ну, слышу о том, что всем все очень нравится, хотят продолжать. Скажи, ты вот с удовольствием следующим летом, как говорится, повторил, чтобы так влиться в сезон? Ну, если, опять же, приглашать меня сюда же, я, конечно, буду. То есть тебе это уже нравится? Мне очень понравилось. Это большой плюс для подготовки. Тут организация очень хорошая, даже есть тренировки питания, все есть для нас, все для нас делают. Спасибо. У меня последний вопрос по Сергею Толчинскому. Два дня пропускал, был в отлучке, были недовольны? Ловил барабульку, как сказал Голдовин. Мы без него справились, все хорошо. Ну что ж, мы только можем поздравить еще раз Феникс, ну, и Кирилла Самсону. Какое дальнейшее расписание у тебя, ну, так, в целом? Что планируешь? Ну, завтра уже обследование, то есть с командой, то есть уже все, начинается сезон. А ты, а Кирилл Самсонов уже готов? Я уже готов. Вот так вот, да, понимаете, да? Вот так бывает, да, действительно здорово. Ну и давайте теперь послушаем очень интересное интервью, потому что общались-то тоже с одним из ярких игроков в составе победителей и Владислава Горжеслова. Влад, поздравляем с победой. По реакции это было действительно важно для вас. Да, конечно, ну, и, во-первых, в удовольствие поиграть, и еще больше удовольствия получаешь, когда выигрываешь, и, блин, ну, не хотелось очень проигрывать, конечно, при том, что мы проиграли им в групповом этапе, и хотелось все-таки этот должок отдать, и все получилось. Честно говоря, было ощущение, что, ну, в середине игры точно вы уже подсели физически и потом вытащили за счет исполнительского мастерства. Так ли это? Да нет, физически не подсели, я думаю. Ну, по крайней мере, я за себя могу отвечать, что физически хорошо подготовлен, хоть и не готовился. Ну и да, мастерство тоже помогло где-то на паузе. Хорошо ребята забили на последних секундах, можно сказать. Андрюха Алексеев отдал, здорово сделали. Оказалось, что лед мягковат. Никак не повлияло на качество игры? Ну, весь турнир такой лед был. Я думаю, уже под конец привыкли и не обращали на это внимания. И, понятное дело, что в такую погоду летом не будет идеального льда, поэтому приходится играть на том, что есть. В финале, понятно, оба вратаря феерили, но поскольку выиграли вы, то Самсонов, значит, был чуть-чуть все-таки лучше. Что можете сказать про игру голкипера? Он весь турнир нас тащил, можно сказать. Большое спасибо ему за это. Это, я думаю, 70% его заслуги, то, что мы выиграли. И у них тоже хорошо вратарь сыграл много моментов, а у нас такие опасные моменты были. Он тоже их выручал много. Ну и последние ваши планы на оставшуюся сейчас. Отпуска? Да, осталось немного. Месяц, наверное, уже. Нужно начинать, подготавливаться. Буду потихоньку готовиться. Земля, лед. Не так, чтобы прям плотно, но, я думаю, раза 4-5 в неделю буду тренироваться. И хотел бы еще сказать спасибо всем организаторам, ребятам, которые администраторы, точильщики. Спасибо за то, что организовали такой турнир и было все на высшем уровне. Все помогали по любым вопросам. Администраторы, спасибо им. Еще раз позову, приедете? Да, конечно. Спасибо большое. Отталкиваясь от слов Владислава Каменева, Кирилл Самсонов уже начинает считать, сколько же 70% от 3 миллионов. Сейчас в раздевалке вопрос решат. Знаешь, как всегда, например, в клубе веселых и находчивых, на что ты собираешься потратить призовые деньги? Ну, во-первых, я уже с семьей поделюсь. Они тоже помогали, поддерживают меня, им спасибо тоже. Ну, а вообще приятно, да, что один из лидеров команды обращает так внимание, благодарит. Да, да. Ну, с учетом того, что еще целый сезон играть с ним. Давайте вернемся к буллитной серии, в которой, собственно говоря, и определился у нас победитель этого матча. Вот, кстати, интересно еще про буллиты. Площадка маленькая. И вот мы сколько комментировали, Игорь, что проще для вратаря в такой ситуации, когда бросают или когда обыгрывают? Когда обыгрывают, потому что... Хотя нет, я думаю, что когда бросают, потому что мы еще немножко выкатываемся на радиус, и им тяжело забить получается. Но у меня сегодня, правда, такой забили с броска. Ну, я, кстати, обратил внимание на то, что ты перед началом булита всегда встаешь на вершину вратарской площади. Да, так просто сейчас здесь можно делать. Ну, да, арбитры как раз подъезжали и говорили об этом, да. Потому что в большом хоккее так делать нельзя. Так нельзя, конечно, да. Я и спросил у него заранее. Ну, и, соответственно, мне кажется, что ты еще что-то со льдом сделал перед своим воротами, потому что и у Битмулина, и у Галимова шайба сошла с крюка. Ну, там, на самом деле, просто лед уже плохой стал. Я думаю, только и за этого повезло. Ну, скажи, на что сейчас будешь именно в своей игре при подготовке обращать, ну, такое самое глобальное внимание? Глобальное внимание, да. Ну, можно так вот, если совсем грубо говорить, в чем ты считаешь, тебе прям надо, ну, больше всего прибавить? Психология, может быть, вообще, и давай эту тему можно затронуть. Ну, психологии немножко я получше стал, то есть, ну, все равно надо прибавлять во всем, я считаю, во всем надо прибавлять. Ну, то есть, естественно, если к вам стремится, ты молодой, перспективный игрок. Да, мне, конечно, рост не хватает. А вот, кстати, габариты, да, можно, как говорят, мясо нарастить? Нет. Ну, а если чуть-чуть поднакачаться, там лишнее... А зачем? Я... От этого потеряется легкость? Да, намного тяжелее будет. Ну, что ж, мы благодарим, мы благодарим Кирилла Самсонова за эти интересные вообще факты. И еще раз поздравляем мы его и команду с победой. Спасибо большое вам. С победой. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok